Какой-то там аж принцип, какие-то отображения с одными особенностями. Поехали. У нас есть два n-мерных многообразия. Вот. И многообразия, они предполагаются гладкими и без края. И у нас все многообразия будут гладкими и без края. И еще они одной размерности. То есть n... Размерность тем n одинаковая. Андрей, выключите видео свое, пожалуйста. Что у меня тормозит все, да? Ну, лучше будет. Хорошо. А как? Вот так? Просто с видео? Да. Спасибо. Очень хорошо. Гораздо лучше стало. Окей. Значит, у нас в m задано какое-то замкнутое подножество. Называется s. Вот. И глобально мы пытаемся ответить на такой вопрос. Существует ли отображение из m в n, которое в каждой точке s имеет какую-то заданную в ней особенность? Вот. Ну, это такой довольно актуальный вопрос. И можно там разные вопросы такого сорта ставить. Но тут довольно мало пока что определений. И нужно как-то сузить этот вопрос, чтобы на него было реально ответить. Значит, вот уточнение. Что, во-первых, мы будем не просто искать такое отображение, а мы, значит, зафиксируем как бы одно некоторое отображение, и дальше будем искать отображение заданными особенностями в его гомотопическом классе. То есть мы будем пытаться прогомотопировать заданное отображение так, чтобы оно начало иметь заданные особенности. Ну, и кроме того, особенности будут у нас не абы какие, они будут общие. Вот. То есть, например, всеми любимая проблема гурвица всякая, она сразу отпадает, потому что это не общие особенности. Вот. Ну, давайте я дам определение общих особенностей. Речь идет об общих особенностях или общих отображениях? Ну, общие особенности – это особенности общих отображений, да. Ну, здесь слово «общие» означает одно и то же. Вот. Означает, но следующее. Что для отображения из МВН есть пространство струй. Значит, и в пространстве струй есть такое подножество, которое называется «сигма». Ну, значит, там, собственно, которые помнят, что это МВН. Но состоит из всех критических струй. То есть, ну, что такое пространство струй, наверное, можно не напоминать. Речь об один струях или это… Да, у вас шумит немножко. Предполагается, что это… Ну, здесь специально не написано, что это за струя. Предположение, что это бесконечность струи. Вот. То есть, можно работать со струями бесконечного порядка, но там есть какие-то приколы с размерностью, с индексированными пределами. На самом деле, нам понадобится струя порядка n плюс 1. То есть, может быть, достаточно даже n. Вот. То есть, можно рассматривать струю больших порядков, но это ни на что не повлияет. Ну, по причине, которая сейчас появится на этом слайде. Мы все равно не знаем, что такое n маленькая, поэтому разница между n и струями… Это вы знаете. n маленькая – это размерность многообразий. А. То есть, оба многообразия имеют одну и ту же размерность, n маленькая. Вот. Ну, наверное, тут можно особо не вдаваться в подробности. В общем, что бы это ни значило, есть пространство струй. В нем есть подножество критических струй. Вот. И у него есть разбиение Тома Бордмана. То есть, критические струи, они разбиваются на, например, струи типа складки. Потом есть струи там типа чего-нибудь еще. В общем, мы пишем какой-то набор индексов. Вот. И, всевозможный набор индексов, они исчерпывают, значит, эти части Тома Бордмана. Но это разбиение, оно, значит, не является стратификацией, вообще говоря. Но можно его немножко подразбить, чтобы оно стало стратификацией. То есть, мы предполагаем, что вот это множество, оно у нас как-то стратифицировано. Вот. И тогда мы называем отображение общим, если его струйное расширение трансверсальное каждому страту. Стратификация этого множества. Вот. Значит, ну это мы уточнили, что такое общее отображение, а сейчас мы уточним, что такое заданные особенности. Если мы изучаем отображение с заданными особенностями, вот есть, например, такое определение. Ну, хочется задать какие-то ростки в каждой точке S, так, чтобы эти ростки были согласованными. Вот. И согласованность у нас понимается в следующем смысле. Ну, вот давайте возьмем многообразие U и два отображения с разными таргетами. С таргетом V и с таргетом V'. Значит, тогда мы будем говорить, что эти отображения согласованы локально. Если у них в каждой точке ростки L-эквивалентны. Что это значит? Вот берем точку, берем ее образ и берем ее образ при другом отображении. Локальная эквивалентность ростков в точке означает, что у этих двух образов существуют дифиоморфные окрестности. Здесь мы, значит, берем, например, правого образа этой окрестности, ну, или просто сужение на какую-то меньшую окрестность. Так что получается такой коммутативный треугольник. То есть для каждой точки можно сузить отображение так, что найдется такой коммутативный треугольник. Вот. И это есть определение локальной согласованности пары отображений. Вот. И особенности для того, чтобы полностью уточнить вопрос. Мы будем задавать так. Значит, S у нас было каким-то замкнутым множеством. Но я его рисую как стратифицированное многообразие, потому что оно таким и окажется апостериорем. Это S. Значит, мы хотим покрыть S набором окрестностей. И для каждой окрестности устроить отображение в свой таргет. И на эти отображения есть единственное требование, ну, в смысле согласованности, чтобы они были локально согласованными. Вот в указанном выше смысле. Ну, и такая штука, мы с ней будем работать, она называется набор согласованных ростков в S. Ну, вот. И в связи с этим вопрос можно уточнить вот в следующем виде. Предположим, у нас отображение из M в N как бы задано, но с точностью до гомотопии. Ну, да, значит, у нас заданы некоторые отображения, и для S задана согласованная система ростков. Это, значит, то, что мы только что определили. Вот, и мы спрашиваем, существует ли другое отображение F' которая гомотопная F, которая будет согласована с каждым из вот этих вот заданных на S ростков. Вот. И я расскажу про теорему, которая отвечает буквально на этот вопрос. Есть ли какие-то вопросы по формулировке вопроса? Или... Ну, вот, например, чтобы иметь в себе какой-то, визуализировать пример, скажем, отображение поверхностей, у которых бывают только складки сборки. Это что, мы должны нарисовать множество критических значений? Просто сейчас поговорим про этот пример. Да, правильно. Значит, если... Просто когда все молчат, у меня ощущение, что у меня снова все вырубилось. Я просто говорю, значит, в пустую пластмассовую штуку. Ну, давайте разберем такой пример. Это теорема Илья Ашберга. Ну, значит, теорема Илья Ашберга, она говорит буквально про то же самое, но только в предположении, что у этих отображений фииты есть только особенности типа складки. И никаких других особенностей у фиитов нет. Но тогда получается, что S – это просто подмогообразие к размерности 1. Ну, то есть давайте это нарисуем. Вот M. И вот тут подмогообразие к размерности 1. Что такое локально согласованный набор ростков? Ну, это значит, что мы вот можем... Сейчас, что? Что-то ничего не работает. А, вот так. Вот. Значит, окружить S какими-то окрестностями, причем даже не глобально, а, может быть, каким-то набором окрестностей, и в каждом из них устроить такое отображение, значит, которое имеет складку. Вот, вот, ровно в точках S больше нигде складок не имеет. Ну, и для каждого из этих отображений будет свой, собственно, отдельный таргет. Вот. Но при этом там мало, чтобы они имели одинаковые особенности в этих точках. А там для каждой из этих точек должен найтись такой коммутативный треугольник. То есть должна быть именно L-эквивалентность ростков. А разве две складки могут быть не L-эквивалентными? Ну, вот, к сожалению, могут. Могут, да. Нужно быть право и лево, или потому что бывают параметры. Давайте разберемся с этим. Например, вот есть такая складка, которая берет плоскость и складывает пополам, ну, как, значит, что это такое будет? Y-квадрат, да. И оно кладет вертикальные линии вот так. А бывает другая складка немножко, которая эти линии немножко наклоняет. И тогда они перейдут вот в такие параболы. Правильно? Ну, то есть оно как бы верхнюю половину немножко скашивает на лево, а нижнюю, допустим, направо. И получится, что это тоже складка. Но она не будет L-эквивалентна, потому что для любой окрестности, вот точки S, значит, если мы возьмем точки с одинаковой X-координатой, то здесь они перейдут в одну точку, ну, сколько угодно близко можем взять такие точки, здесь они перейдут в одну, а тут они перейдут в разное. Вот. Это есть такое препятствие к локальной L-эквивалентности. Вот. Чуть-чуть понятно. Мне, наоборот, стало менее понятно. Тогда еще раз скажите, повторите, пожалуйста, определение локальной эквивалентности, потому что все складки, они локально эквивалентны относительно лево-правой замены. Вот, правильно. А мы запрещаем левую замену. Сейчас. Да, мы оставляем только левую замену. То есть у нас замены действуют только в таргете. Ну, вот тут я рисовал такую картинку, что точка, и у этой окрестности ее тождественное отображение в себя, а вот у образов уже какой-то дефиоморфизм, про который мы ничего не знаем. Вот. То есть если бы мы разрешили и в сорсе тоже делать замену, то есть мы бы нарисовали две копии U, и тут, допустим, одна и та же точка, и у ее окрестности в себя был бы какой-то нетривиальный дефиоморфизм, то тогда действительно все складки были бы эквивалентны. Но мы хотим, чтобы вот это отображение, оно было тождественным. Ну, относительно, но если вы используете только левые замены, наоборот, да, правые, левые, да. Если вы используете только левые замены, тогда получается, что у вас сразу какое-то бешеное количество модулей, тогда вообще непонятно, что такое особенность. Ну, да, то, что бешеное количество модулей, это правда. Ну, хорошо. Ну, то есть, да, в принципе, с этой точки зрения, теорема Ильяшберга, она говорит не совсем это, но если добавить замечание, что при правых заменах складки все эквивалентны, то она выводится из такой формулировки. Так, а в чем теорема, что любое отображение, имеющее, любые два отображения, имеющие особенности, только типа складки левый эквивалент, наверное, все? Нет. Сейчас я, давайте я сформулирую теорему Ильяшберга, потому что здесь этого не сделано, но вот я проговорю, и она нам потом еще понадобится в одном месте. Значит, S – это замкнутая подмогобразие к размерности 1. Значит, F – это произвольное непрерывное отображение из M в N, и оно гомотопно. Вам при этом нужно, чтобы S было подмогообразием, у него не должно быть особенностей. Но смотрите, если у нас в каждой точке S в некоторой окрестности задан росток такой, что у ростка складка ровно в точках S, то значит в окрестности этой точки S будет подмогообразием, то есть оно будет локально замкнутым подмогообразием. Но, наверное, нужно еще потребовать, чтобы оно было просто замкнутым. А я это требую в самом начале. То есть то, что это подмогообразие, это следует из того, что на нем существует локально согласованная система ростков. Но нужно еще потребовать дополнительно, чтобы оно было замкнутым. Иначе оно просто не сможет быть множеством критических точек какого бы то ни было отображения. Правильно? Вот. Значит, Как проверить, что отображение гомотоп на отображение со складками в S? Ну, давайте напишу F' Такое, что Sigma 1,0 F' это S. И это все особенности F' И условие такое Если и только если Сейчас мы построим некоторое расслоение над M Значит, смотрите Мы берем M И берем касательное расслоение над M А дальше мы переклеиваем его над S с помощью такого отображения, которое делает значит, отражение относительно касательной плоскости в S Наверное, нужно было это прописать Значит, мы из касательного расслоения делаем какое-то другое расслоение Вот. И оказывается, что вот все это верно если и только если полученное расслоение изоморфно улбэку Tn относительно F Ну вот В этой публировке как раз вот это условие, что изоморб на полбэку, это такое гомотопическое условие, оно очень жесткое, в смысле в нем никаких модулей нет. Ну да, это правда. Это гомотопическое условие. Ну то есть еще раз, идея, теорема такая, что мы спрашиваем, гомотопно ли F отображение с заданными складками, и ответ такой, что гомотопно тогда и только тогда, когда полбэк TN изоморфен некоторому расслоению, которое получается из касательного расслоения к M переклейкой. Вот. И это и называется H-принцип, значит. А расслоение T-S можно еще раз уточнить его конструкцию? Это не векторное уже расслоение, да? Нет, это векторное расслоение ранга M. Ну, что значит нужно сделать, чтобы его получить? Ну, например, можно действовать так. Можно разрезать M вдоль S, и получится такое многообразие с краем. Вот. И дальше, если мы смотрим на касательное расслоение, то над каждой точкой края есть как бы две копии слоя старого. Вот. И дальше мы, ну и над всеми остальными точками просто, как бы тут касательная плоскость такая же, как была. Да. Мы эти две копии слоя над краем отождествляем при помощи отражения относительно S. То есть, ну, для этого нужно ввести какую-то римоновую метрику на M. Вот. И тогда такое отражение будет единственным. Вот. Ну, если там предложить, что на M есть римоновая метрика, то тогда понятно, что у нас есть S, и мы просто касательно пространства к S переводим в себя. А единственный нормальный вектор, ну, базисный, мы переводим в минус такой вектор. Вот. И, то есть, вот так вот мы склеиваем каждую пару касательных пространств над компонентами края, вот этого разрезанного многообразия. Вот. Ну, а дальше, когда мы его склеиваем, получается снова, значит, расслоение над M, и вот оно это и есть. Понял. Ну, да. И конструкция, которую я приведу, она, в принципе, очень похожа на эту. Только там, ну, переклейка какая-то более бессмысленная. Вот. Но в целом идея очень похожа. Значит, вот теорема Ильяшберга, ну, есть еще относительная версия теоремы Ильяшберга, которая говорит следующее, что у нас теперь, ну, до этого мы просто гомотопировали отображение, а теперь мы в M возьмем какое-то подножество, замкнутое, которое называется D, над которым, ну, на котором отображение фиксировано. И мы можем гомотопировать, ну, так, чтобы гомотопия была неподвижной на этом множестве D. Вот. И дальше теорема утверждает абсолютно то же самое. Но только вот сейчас. Ну, ладно, давайте я напишу более подробно, что утверждает относительная теорема. Значит, теорема Ильяшберга относительная. Что у нас снова есть S. Ну, наверное, лучше сказать, что, ну, если D у нас замкнутое подножество, то S — это одномерное подмогообразие в M минус D. Вот. И еще задано какое-то отображение F0 из D вот в N. Ну, а отображение F, оно на всем N, причем его ограничение на D, оно совпадает с F0. Вот. И мы можем, имеем право гомотопировать F вот в классе таких отображений, которые совпадают на D с F0, который там задан. Вот. Но и предлагается, что... Hmm. наверное в таком же видео переписать теорему не получится потому что не получится так хорошо ладно я этот момент плохо продумал наверное просто лучше пойти дальше потому что нам понадобится там некоторые результаты ляшберга вот и который выглядит почти как эта теорема с которым вроде как разобрались вот ну и просто мы воспользуемся и ладно вот теорема про которые сегодня собираюсь рассказывать она выглядит так ну что setting там такой же что у нас есть значит в качестве данных отображения fsmvn и есть локально согласов самый согласованный набор ростков где с это замкнутое подможество в м вот ну и тогда отображение f гомотопно значит гладкому отображению которое имеет особенности в с почему бы слушать даже не видео или аудио юрий михалыч у вас включен звук значит f гомотоп на отображение с особенностями в с и имеющими такой вид как фи и если и только если pullback касательно расстояния к n изоморфин некоторому векторному расстоянию е то есть в случае теоремы эльажберга в это расстояние строилась там приклейкой вдоль с вот но если особенности это не просто складки а какие угодно то это расстояние настроиться более хитро вот а именно я не буду переписывать формулировку теоремы потому что она пока что будет на виду сейчас я опишу как строится вот это векторное расстояние е то есть там все сводится к вопросу изоморфин для pullback tn некоторое расстояние я которое пока что не определено давайте его определим значит у нас локально согласованный набор ростков это что такое это значит что с как-то покрыто окрестностями и в каждой окрестности есть отображение со своим собственным таргетом вот но значит давайте к этому набору добавим еще отображение такое скажем что у 0 это m с выкинутым с и в 0 это то же самое и добавим такое отображение фи 0 который будет тождественным то есть у нас значит для множество 1 у 2 и так далее заодно какие-то отображения у которых в с есть особенности причем тут написано да что они короче эти отображения не должны быть общими значит а вне с они особенности не имеют ну а фи 0 вообще нигде не имеет особенностей потому что это дефиоморфизм вот ну и поэтому его росток в каждой точке который принадлежит у и минус с этот росток будет эквивалентен или эквивалентен отображению фи и вот поэтому можно взять изображение фи 1 фи 2 которые нам даны по предположению теорема можно дополнить отображением фи 0 и это будет согласованная система ростков значит дальше нужно делать следующее нужно для каждого вот из этих отображений взять просто pullback касательно расстояние к таргету то есть нужно взять касательно расстояние к в 1 и потянуть назад вдоль отображение фи 1 касательно расстояние к в 2 вот то есть мы ну и в том числе для фи 0 таким образом мы получим значит кучу разных векторных расслоений но над разными частями м то есть у этих векторных расслоений е и будут как бы разные базы которые образуют открытие открытие покрытие м типа вот м вот эти множество и над каждым из них висит какое-то свое расслоение векторная ранга n вот можно вспомнить что отображение значит фиты они вообще-то согласованы то есть в каждой точке их ростки локально эликвивалентно что это значит нарисую такую же картинку что у нас есть отображение фи и из множества у и в некоторое н-мерное многообразие в и есть отображение фи и жи вот и на пересечении множество у и уже в каждой точке ростки фи и и фи жи будут эквариантно вот значит а мы хотим что-то сделать с расслоениями у нас над этим открытым множеством есть одно расслоение слои которого это как бы слои вот в образах этих точек точек у и вот а слои расслоение над вторым множеством это значит то же самое что слои в образе второго отображения но а поскольку ростки значит в точке эквивалентно тут у точки один образ тут другой и в окрестности есть дефиоморфизм вот но дифференциал которого отождествляет вот эти самые слои и таким образом у нас есть слой расслоение е и над вот этой точкой и слой расслоение ежи над той же самой точкой вот и вот дифференциал отображения который устанавливает эквивалентность ростков в этой точке дифференциал этого отображения он значит является дефиоморфизмом вот этих вот слоев вот и но оказывается что от выбора вот этого отображения внизу этот дифференциал просто не зависит потому что отображение общее и это такая простая лемма ну вот ну и это означает что мы можем просто для каждой точки в пересечении двух множеств от отождествить слои над ней у вот соответствующих расслоений над у и на дружи вот и когда мы все это склеим отождествив таким образом слои мы получим просто расслоение над всем м вот который фигурировал у нас в утверждение теоремы я не вижу ничьих лиц и не понимаю значит типа все пошли пить чай или но если есть какие-то вопросы или там какие-то комментарии все нормально у меня проблема что это как бы рассказываю в основном уже последние там пару лет на разных семинарах и я могу пропускать какие-то детали до ну ладно два человека свят это классно просто обычно когда я читаю это онлайн лекции там есть куча разных лиц которые там движутся и это как-то помогает хотя бы есть ощущение присутствия но все я понял что кто-то все таки расслабьтесь расслабьтесь все хорошо ладно значит вот мы абсолютно абстрактная теорема но и ростки к тому же только с точностью до или эквивалентности изучаются вот но как бы она при этом верна и это я как бы плюс что можно доказать может быть это можно усилить рассматривать еще замены переменных таргете но я не знаю как и дам дальше еще какие-то будут значит дальше хотел искать идею доказательства этой теоремы вот но если есть вопросы по формулировке лучших задать сейчас потому что типа идти и доказывать лучше ну еще раз скажите как она как она соотносится с теоремой или ажбергом или ажберга здесь все-таки чуть чуть больше требуется чем теореме или ажберга помимо помимо того что допускаются другие особенности даже случае если там мы требуем особенности складок все равно она немножко подругая формально по формулировке же правильно о теорема или ажберга вот условия что на у нас есть гладкая подмогообразие с и условия и мы ищем хотим чтобы с было множеством точек складок смотрите структуру вот этих самых систему согласованных отображений теорема или ажберга она берет на вход только подмогообразие к размерности 1 то есть никакой системы ростков ее формулировки нету вот но как бы можно доказать просто что для любого подмогообразие к размеру 1 такую систему ростков можно построить то есть ну просто взять и построить и там я это делаю в какой-то момент далее вот а как только мы построим эту систему ростков то теорема становится как бы идентичными ну то есть из вот этой теоремы следует теорему или ажберга понятно я просто просто пытаюсь понять как эту теорему можно было бы применять на практике потому что у вас же никогда система ростков прям в явном виде не задано у вас есть как какая-то более грубая информация и это правда вот но ну для складок и сборок например для ласточкиных хвостов даже в трехмерном случае можно построить явно какую-нибудь систему такую согласованную систему ростков вот и дальше можно просто склеить это расслоение посмотреть на его характеристики класса а как еще можно применять я как бы да я не знаю ну то есть вот как-то до того как его можно было применять я догадался но в конце мы это обсудим андрея можно посмотреть на какой-нибудь пример где возникает эта ситуация не покрываемый теореме или ажберга ну конечно если например отображение поверхностей есть поверхность и там какое-то одномерное подмногообразие вот с каспами и самопересечениями нет смотрите не 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 оно без каспов и без самопересечения без каспов и без самопересечения это же прообрази да 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 вот а здесь значит заданы вот точки в которых нам хотелось бы чтобы были сборки то есть смотрите вот для участков без отмеченных точек у нас есть отображение которое делать простую складку так как-то криво нарисовал то есть здесь задан росток со складкой а вот в этих точках отмеченных задан росток со сборкой как-то он выглядит ну короче росток со сборкой все вот ну и теорема или ажберга она в принципе про сборки ничего не говорит вот правда он в своей статье где он презентует эту теорему он как-то с этим случаем обходятся вот но дальше можно значит задавать для многообразие размер c3 уже появляются ласточки на хвост и то есть там андрей андрей вот даже в этой ситуации вам все-таки значит формально чтобы применять теорему нужно систему согласованных отображений помимо того что у вас здесь кривая множество точек на ней нужно еще задать систему согласованных отображений да это некоторая дополнительная работа но в данном конкретном случае можно все таки как-нибудь упростить условия конечно но понятно что можно там доказать какие-то леммы про то что для данных значит множество складок и сборок существует согласованная система ростков имеющие здесь складки и сборки вот и тогда теорема просто переписывается в терминах классов гомологий этих складок и сборок грубо говоря вот потому что вот это расслоение которое ужасным образом склеивается ну можно посмотреть как оно склеивается для построенных значит для построенных ростков со складками и сборками и при склеивании ну можно посчитать его характеристические классы тогда уже будет понятно что это расслоение потому что оно определяется своими характеристическими классами вот и значит грядя на эти классы можно сразу ответить на вопрос изоморфно ли оно заданному отображению f вот там точная формулировка где написано формулы чему равны значит характеристические класса я приведу чуть позже вот сергей константинович я ответил на ваш вопрос или вы хотите каких-то других обобщений ну ответили но мне еще интересно как можно проверять выполнение условий этой теоремы сейчас я немножко про какой теоремы сейчас идет речь вот потеряем один мы обсуждали такую вещь что теорема 1 в своей формулировке она слишком больше много условий накладывает на те данные которые нужно проверять и и вопрос насколько эти действительно данные необходимы вот это условия набора согласованных отображений на практике же так никогда не дано и в каком в каком в каких случаях это можно упростить этот набор данных но вот в двумерному в трехмерном случае можно полностью упростить этот набор данных просто до гомологических классов множество там складок сбора квасточки на хвостов вот чертам в четырехмерном случае я не знаю по какой причине можно упростить но я это делаю в тупую то есть я буквально строю согласованную систему ростков для данных множество складок сбора квасточки на хвостов может быть есть более интеллектуальный способ но я существенно использую именно или эквивалентность этих ростков то есть то что сорсе происходит тождественная замена координат если она там не тождественная мое доказательство работать не будет ну в буквальном виде может быть его можно как-то исправить но я не знаю ничего не приходит в голову ну что мы можем не нашу дам да да просто но нет эти обсуждения важны но у меня нету какого-то утешительного ответа в общем случае то есть вполне возможно что это расслоение которое строится таким чудовищным образом может быть построена гораздо проще потому что понятно что классов изоморфизмов расслоений гораздо меньше чем таких система ростков значит и может быть нужно вложить какие-то еще условия на эти ростки но я не знаю какие очень интересно самому значит ключевое место в доказательстве этой теоремы поднимается следующий лемма смотрите допустим у нас вот есть два общих отображения ну из н тут штрих пропущен ну понятно то есть у нас все многообразия имеют одинаковую размерность непонятно ладно значит есть одно многообразие у и отображение в и в штрих все многообразия имеют размер с n и отображение еще к тому же общее значит и предположим что здесь есть какое-то подмногообразие подмногообразие произвольной размерности такое что вот в каждой его точке ростки фи и фи штрих эликвавариантно и кроме того ограничение соответственно этих отображений на это подмногообразие будет иммерсией вот два условия и тогда верно вот что что можно устроить глобальную эликвавариантность ростков фи и фи штрих в этом подмногообразие что такое глобальная эликвавариантность ну хочется примерно такого чтобы мы взяли здесь окрестность образа фи и окрестность образа фи штрих между ними дефиоморфизм и здесь тоже сузили в сорсе на какую-то меньшую окрестность эти отображения так чтобы снова был коммутативный треугольник но это не всегда достигается потому что могут быть какие-то самопересечения вот но можно сделать вот что можно взять какое-то вспомогательное еще отображение фи с двумя штрихами вот и значит пытаться то есть мы у фи с двумя штрихами тут source это какая-то тоже меньшая окрестность c а таргет это вообще какое-то левое многобразие размерности n с двумя штрихами вот и мы бы как оказывается что можно построить такой физными штрихами и иммерсии вот этого в с двумя штрихами сюда и сюда так что оба треугольника будут коммутативно то есть есть иммерсия иммерсия это это субмерсия наоборот ну или там локально тоже потому что размерность одинаковая вот ну вот для этой леммы существенно что типа что ограничение вот этих отображений на c это иммерсия вот и существенно тоже что они общие то есть для необщих отображений буквально аналогичное утверждение неверно вот но это такая странная лемма вот а сейчас будет план доказательства теоремы один а отображение общее оцень а c общность положения для ценю не предполагается ну вот на самом деле например я могу провести через через сборку кривую которая отображается ограничение на которую является иммерсия потому что в сборке у нас ядро одномерно у дифференциала поэтому можно так провести она будет очень сильно не общему образом кривая проведена и такая такая годится да ну вообще такая годится но у нас как бы лемма один она там хороша и она в таком виде верна но мы будем пользоваться ей как бы не для любого c а у нас c это будет как бы ну например это может быть критическим стратом множества критических точек то есть у нас ну если ну сейчас я про это как раз буду говорить что если у нас задана эта самая согласованная система ростков то апостериоре s оказывается стратифицированным подмогообразием в m потому что значит струйное расширение каждого фиитова они должны быть трансверсальная вот стратификация ну множество критических струй да и тогда прообраз этого множества тоже будет стратифицированное подмогообразие вот ну и из-за локальной согласованности они там короче корректно склеиваются и поэтому s будет стратифицированное вот и мы будем использовать эту лему для скорее для вот этих вот стратов а не для произвольных подмогообразий вот а страты не замкнутые и это 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 нормально да конечно но тут же мы можем сузить тут мы локально боремся за построение чего-то в окрестности c ну то что c без края скажем существенно да что оно локально замкнуто а замкнутость или не замкнутость то есть оно может быть даже не компактным там да каким-то то есть оно может уходить в бесконечность или внезапно обрываться но там нужна конечно локальная замкнутость так поехали теорема 1 значит сейчас одну секунду я не записал формулировку значит мы боремся за то ну смотрите ладно теорема 1 конечно ну вот тут есть две стороны и одна сторона проще чем другая значит смотрите значит понятно что если мы прогомотопировали f так что так что оно стало иметь заданные особенности то ладно лучше новую картинку нарисовать допустим мы прогомотопировали f и оно уже имеет заданные особенности в каждой точке s нам нужно показать что тогда pullback касательно расстояния к n будет изоморфен вот этому страшному расстоянию e как это сделать ну вот у меня что-то тут закрылось во значит тут расстояние e оно составлено оно склеено из каких-то там расстояния e и t вот и как же нам показать что оно изоморфно просто-напросто pullback tn ну нужно конечно опираться на то что f имеет заданные особенности то есть что значит что оно имеет заданные особенности это значит что для любой точки s и любого уитого которое содержит эту точку значит в соответствующем таргете можно выбрать окрестность образа выбранной точки и для образа этой точки при f тоже выбрать окрестности что существует такой дефеоморфизм делающий диаграмму что мы тут нарисуем ограничения на меньшую окрестность коммутативные вот но смотрите у нас слой вот скрученного касательного расслоения e над выбранной точкой он отождествлен с касательным пространством к вот этой точке правильно вот но и тут у точки тоже есть касательное пространство некоторые отображения устанавливает локальную эквивалентность узнал эквивалентность или эквивалентность сарстков в этой точке и давайте просто отождествим слой v и с слоем, если это точка x, есть φe от x и есть f от x. Нужно взять касательное пространство к v в точке φe от x и отождествить с касательным пространством к n в точке f от x с помощью дифференциала этого отображения. То есть мы для каждой точки можем отправить слой над ней в касательное пространство к n. Так что это будет послойный изоморфизм, ну и можно доказать, что для всех слоев глобально это будет согласованное отображение, то есть оно будет непрерывным, то есть это будет просто послойный морфизм касательных пространств. То есть касательное пространство к n, сейчас не касательное, а тотальное пространство, короче, расстояние e, оно как-то отправляется в касательное пространство к n. Но это то же самое, что построить изоморфизм, пулбека, tn и вот этого самого e. Вот, ну, корректность этого построения, она проверяется так же, как корректность построения самого e. Вот, поэтому в каком-то смысле в одну сторону теорема очевидна, что если отображение прогомотопировалось, то расслоение не изоморфно. Вот, а в другую сторону, собственно, самое интересное, что почему, если расслоения оказались изоморфными, как нам прогомотопировать отображение f, чтобы оно имело строго заданные особенности с точки зрения L-эквивалентности. Ну вот, итак, мы собираемся прогомотопировать f в предположении, что эти вот расслоения эквивалентны. Так, у меня кончилось место, мне нужно что-то стереть. Вот важна теорема Ильяшберга. Все, что нижнее, я, наверное, сотру. Во. Значит, отображение там. Это M, это N. Здесь есть S. И есть локально это согласованная система ростков. Ужас. Вот, но мы уже выяснили, что S это стратифицированное подмогообразие. Значит, дальше мы будем гомотопировать f, но по чуть-чуть. Мы будем сначала гомотопировать в... Ну, так, чтобы оно начало иметь заданные особенности в окрестности нульмерных стратов S, потом в окрестности одномерных стратов S и так далее. Ну, предположим, что мы уже продвинулись на сколько-то, например, не на сколько, если k равно нулю. Ну, короче, что у нас уже есть какое-то подможество, которое называется W. И предположим, что в нем f уже имеет заданные особенности, то есть, что оно там согласовано с вот этим набором ростков fi. А вне него не согласовано. Ну, и это W, оно содержит значит, к минус один мерные страты и все страты меньших размерностей. То есть, W содержит все страты S размерности меньше k. Вот, мы сейчас будем бороться за то, чтобы прогомотопировать f в некоторые окрестности вот камерных стратов так, чтобы оно значит, стало и там тоже иметь заданные особенности. Вот, ну, для этого мы возьмем какое-нибудь множество UI из нашего набора, которое покрывает какую-то часть значит, камерных стратов и прогомотопируем это в нем. Вот, ну, и так мы сделаем для каждого множества. Там, если предполагать, что покрытие какое-нибудь локально-конечное, то, ну, в общем, можно предполагать, что там всего конечное число таких множеств и мы сделаем конечное число шагов и на всем, на всех камерных стратах мы прогомотопируем вот, отображение f будет после этого иметь там заданные особенности и вот это будет конец шага индукция. Шаг довольно длинный. То есть мы взяли какое-то множество UI и мы будем пытаться гомотопируйтех в нем. Значит, для этого нам нужно попробовать... в общем, глобально хочется вот чего. Хочется построить иммерсию VI в N так, чтобы и дальше прогомотопировать f на этом множестве UI так, чтобы вот этот треугольник стал коммутативным. смотрите, если мы построим такую иммерсию, то это и будет в каждой точке она будет устанавливать L-эквивариантность ростков. То есть план, чтобы каким-то образом построить вот эту иммерсию из VI в N ну и нужно еще, наверное, чтобы как-то она была согласована с послоидным изоморфизмом из E в касательное пространство к N. Ну, сейчас попробуем. Андрей, можете еще разок повторить, откуда берется база индукции? Как мы на стратах размерности 0? Вот, это хороший вопрос. рассуждение для базы индукции точно такое же. Только там нужно считать, что вот это множество W пусто. Вот, и это ничему не будет противоречить, то есть все будет корректно работать. Все, что в следующем шаге перечислю, оно работает, если W пусто, ну или если считать, что оно, допустим, не пересекается с тем множеством Ui, ну, с которым мы сейчас работаем в данный момент. то есть оно может с ним пересекаться, может нет. Вот, ну, если страт имеет размер с 0, это просто точка, ну и там для каждой точки есть какое-то свое Ui, которое ее содержит, может быть, там содержит несколько точек. Наверное, нужно предполагать, что, ну, не нужно. В общем, для базы рассуждение такое же. что делать? Значит, тут написано, что нужно применить Lemmo1 к какому-то множеству. значит, смотрите. У меня предложение сейчас пропустить наиболее кровавые детали. Не-не-не. Ну, если, скажем так, если они кому-то интересны, то давайте обсудим насчет Я, я, я все, значит, вот сейчас идет пока геометрическая часть, эти самые страты, мы берем, значит, на краю этих стратов, там уже все построено, внутрь стратов мы продолжаем по Lemmo1. Я все жду, когда подключится информация о расслоении. вот пока на этом слайде еще изоморфизм условия о том, что расслоение совпадает с индуцированным, что Е совпадает с индуцированным из Н нигде не фигурирует. Ну, да. Сейчас оно зафигурирует. Смотрите, у нас же Е просто состоит из слоев касательного пространства к ВИ. Вот над УИ и Е состоит из слоев вот этого ВИ. То есть, фактически, у нас для точек ВИ заданы послойные ну, сейчас. Ну, заданы просто изоморфизмы касательных пространств ВН. Вот. Ну, и есть такой факт, который называется там, H-принцип для иммерсий, и есть версия этого факта, когда размерности сорса и таргета одинаковые. если ВИ это незамкнутое многообразие, ну, то есть, там, ну, понятно, что такое незамкнутое многообразие, в котором есть там выход на бесконечность, что-то такое, и задан, значит, есть ВИ, есть касательное пространство к ВИ. Допустим, задан послойный изоморфизм. Ну, тогда он позволяет построить нам иммерсию из ВИ в Н. Вот. И мы ровно это сейчас сделаем. То есть, идея, как бы, еще раз такая, что у нас слои касательного пространства к ВИ отображаются касательного пространства к Н. это отображение касательных расслоений можно использовать, чтобы построить иммерсию из ВИ в Н. И при построении этой иммерсии отображение касательных пространств, оно просто как-то гомотопируется. Вот. И нужно просто для М продолжить эту гомотопию, чтобы как бы там глобально все равно был задан послойный изоморфизм из Е в ТН. Но при этом он был бы уже согласован с вот этой построенной иммерсией. Вот. Ну и дальше можно само Ф вот этот треугольник стал коммутативным, если мы Ф ограничиваем на УИ. Вот. То есть, ну, такой более-менее короткий ответ на вопрос, где фигурирует изоморфизм расслоений, таков, что он нужен, чтобы построить иммерсию из ВИ в Н. А это некоторый ключевой шаг, просто, ну вот, шаги индукция. Ну, фактически нет. Что? Я не расслышал. Я говорю, что понятно, понятно, да. Ну, вот у меня есть более подробное пояснение, как это происходит, которое Алексей Геннадьевич считает кровавыми подробностями, а дальше у меня есть формулировки ну вот конкретных теорем для двумерных и трехмерных многообразий, вот, где там просто выписаны характеристические классы, и можно это посмотреть, и можно чуть-чуть обсудить, почему характеристические классы именно такие. То есть, там теорема 1 просто переписана без использования этого расслоения, а только использование его характеристических классов. Вот, ну, и на этом как бы у меня все, но значит, теперь вопрос, нужно ли останавливаться на кровавых подробностях, или действительно их лучше пролистать, чтобы сэкономить время? Я предлагаю их пропустить, мы сейчас со слуха все равно не воспринимем. Жаль. Ладно, не такие уж кровавые, смотрите, они всего лишь один слайд занимают. То есть, мы что-то сначала используем лему, значит, потом мы чего-то там реформируем, гомотопируем, и вот мы строим умерсию, дальше гомотопируем F, ну и тут шаг индукции как бы закончен, а в конце у нас уже в окрестности всего S отображение имеет заданные особенности, но вне этой окрестности оно может быть даже не гладким, ничего не предполагается, тем не менее, H-принцип Эль-Ашберга с таким работает, и вот ему можно скормить это самое расслоение, и он нам прогомотопирует отображение F, значит, уже сделав его гладким на всем M, и так, чтобы складки были только в тех точках, где они должны быть, здесь существенно то же, что эти складки в принципе где-то есть, то есть любой значит, локально согласованный набор ростков, он, ну, это любая критическая точка, в ее окрестности существует точка складки, вот, и то, что эти складки там существуют и позволяет нам использовать теорему Эль-Ашберга, вот, который самый последний шаг, вот и коровы подробности, ну, ладно, пропустить, да пропустить, поехали, вот, как выглядит теорема для поверхностей, давайте возьмем очок, мы же поверхность берем, значит, одномерное подмогообразие мы возьмем в ней, значит, и набор точек, при этом набор точек нужно брать нябок, ну, в смысле, можно взять произвольный набор точек, но нужны еще дополнительные данные, дело в том, что в сборке есть направление, сборка сборка у нее есть внутрь и есть наружу, то есть у этих точек как бы три прообраза, а у этих точек одна, один прообраз, вблизи точки сборки, то есть в сорсе мы просто видим такую как бы параболу, но она гладкая в точке сборки, а тут уже возникают различия, здесь мы не можем различить эти половины, ну и поэтому предлагается нарисовать такой вектор в каждой точке, который будет показывать, в какую сторону будет собираться сборка, то есть в каждой из этих точек еще дополнительно задан вектор нормальный к С. Максим вас не слышно да, мне тоже не слышно какие-то проблемы с интернетом видимо я понял что был вопрос но не понял содержание вообще ни слова я не знаю какой был вопрос просто мне хочется ответить но я не могу угадать про что тут можно спрашивать Андрей ну продолжайте Максим Эдуардович а вот сейчас меня сейчас меня слышно да да сейчас хорошо на правой картинке стрелочку нарисуйте пожалуйста в сорсе наверху то есть вот вот она но тут как бы если мы что-то там сгибаем это как раз то направление по которому сейчас что это за направление ну да по этому направлению дифференциалом не нулевой то есть фактически вот эти штуки они диффеоморфные просто тут значит мы не видим в общем в этой точке это многообразие складок гладко а еще посмотрите вот вблизи этой сборки есть еще дополнительные линии а именно прообразы прообразы складки понимаете да там где значит прообраз складки кроме самой складки содержит еще одна линия которая касается проболически значит кривой и в вашем вашем системе согласованных отображений соответственно эта кривая она уже будет где-то там она ее не избежать она будет правильно да это правда да она там появится вот но ну в общем да это это правда то есть отображение у которых эти кривые будут различные они не будут уже l эквивалентными они будут ну как бы lr эквивалентными мы работаем только с l эквивалентностью вот поэтому как бы то что есть такая линия то есть в вашей системе этих согласованных данных еще будет в окрестности каждой точки кроме еще стрелочки будет еще например например будет маленькая душка да касающаяся вот этим серым цветом можно считать да что наша система помнит эти данные вот но так или иначе мы для вот любых данных c и p то есть c это одномерное подмогобразие а p это набор точек и вот эти вот вектора которые называются характеристическими мы по любым таким данным можем построить некоторую согласованную систему ростков и понятно что такие системы ростков бывают разные но мы для каждой из них будем способны построить отображение о котором сейчас пойдет речь то есть расслоения которые получаются из разных систем с одинаковыми c и p они просто будут изоморфными то есть на расслоение с точностью изоморфизма эта серая линия она не влияет она влияет на росток с точностью до л-эквивалентности на расслоение нет ну понятно на расслоение она влияет но не с точностью до изоморфизма да это 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 я и хотел услышать да спасибо окей вот теорема нам дано непрерывное отображение из mvn ну и оказывается что оно гомотопно общему отображению с заданными складками и сборками и с заданными характеристическими векторами если и только если и дальше изоморфизм расслоения переписывается в таком виде что во-первых c это просто сейчас типа многочлен тома что множество складок ну вот это как бы формально не складки но вместе это будет одномерное подмогобразие его класс двойственный к нему в когмологиях должен быть равен ну разности классов Штифель-Уитни там сумма короче вот дальше такое же условие на P то есть у P есть двойственный класс во вторых когмологиях он должен быть равен сумме класса M и pullback класса N и такое веселое условие оно работает только если c гомологично нулю что такое гомологичность нулю это означает что набор кривых как бы ну сейчас в общем c гомологично нулю если и только если M распадается в объединение таких многообразий можно покрасить в черно-белый цвет в шахнутую шахнутую порядок шахматную раскраску то есть мы просто красим кстати про шахматную раскраску вообще годное замечание мы вот закрашиваем M плюс черным минус белым значит M плюс снова черным вот и так пока не надоест пока все не кончится вот то есть это пара многобратий с краем у которых граница это просто c вот ну и то есть c в первом условии это класс по модулю 2 c в третьем условии это класс по модулю 0 да это разные в смысле по модулю 0 ну ну это целочисленный класс а это не важно там что целочисленный что по модулю 2 поскольку это подмогообразие они одновременно да там эти условия одинаковые это набор простых замкнутых кривых да и там все довольно просто понял вот тут уже конечно по модулю по модулю 0 все да вы правы что тут условия про целые числа а не про сравнение по модулю 2 значит что за условия ну вот можно значит посмотреть если m плюс и m минус примыкают к fc и там есть точка сборки то мы значит говорим что это положительная сборка то есть мы сборки можем разделить на положительное и отрицательное в зависимости от того в какую сторону направлены их вектора то есть такие сборки они будут положительными а если внутрь черной области то отрицательное то есть n плюс это количество положительных сборок а m минус это количество отрицательных и ну всего их столько же сколько точек в p вот и условие такое что нужно посчитать эллеру характеристику m плюс и м минус взять разность и взять тоже количество положительных отрицательных сборок взять разность но только тут значит нужно вычесть вот именно в таком порядке значит это должно равняться произведению степени f на эллеру на эллеру характеристику n ну это то же самое что если у нас допустим накрытие тогда у нас есть только m плюс никаких m минус там сборок нет то просто у нас значит эллеру характеристика m она равна характеристике n умножить на степень f вот но вообще говоря у нас m и n неориентируемы вот и поэтому что такое степень f нужно еще пояснить вот но здесь важно что c равно нулю а c это не что иное как значит разность суммы классов штифель уитня то есть если выполнено первое условие то равенство нулю c означает что класс m равен pullback у класса n вот а это значит что ориентирующая система над n она переходит в ориентирующую систему над m вот значит когмология старшая когмология многообразия с коэффициентами в ориентирующей системе они всегда ну целочисленные если оно связано тут кстати я забыл это указать но имеется ввиду что mn связано наверное это важно в общем если мы рассматриваем вторые когмологии m с коэффициентами ну давайте так напишу z m это ориентирующая система они равны z и тому же z равны вторые когмологии n с коэффициентами в его ориентирующей системе вот вот это условие то что прообраз класса Штефелевитни равен классу Штефелевитни первого ну первый класс Штефелевитни он как бы определяет он отвечает там за ориентацию вот и это условие равносильно тому что pullback этой системы будет этой системой что дает нам некоторое отображение в когмологиях лучше было написать что это разные z конечно это один z а это второй у нас есть в эту сторону правильно отображение в когмологиях оно корректно строится из вот этого условия вот но отображение z z понятно это умножение на какое-то число мы называем его степенью но она как раз определена с точностью до знака правильно да поэтому тут написан модуль нужно выбрать ну понятно там расслоение у него тоже есть ориентация вот и ориентация этого скрученного касательного расслоения то же самое что выбор знака в точке для ориентирующей системы вот то есть если у нас изоморфизм расслоений он только в одной ориентации строится если мы изменим ориентацию то он уже не построится короче все пространный комментарий вот но сейчас я пояснил утверждение теоремы вот на этом условия заканчиваются то есть известно когда можно программотопировать отображение в отображении с задными складками сборками вот Андрей а вот эта теорема 2 она раньше нигде не фигурировала она фигурировала да значит она фигурировала в работе Эляшберга который он вводил собственно этот аж принцип для отображения со складками в одинаковой размерности по-моему в 72-м это было году то есть довольно давно но он доказал ее только для по-моему если n ориентируема то есть m у него могло быть ориентируема или не ориентируема а если n не ориентируема он как бы не сказал что нужно сделать вот вот я это додумал хорошо спасибо так и дальше из нее можно вывести на самом деле ответ на вопрос который был вначале вначале вопрос отличался от утверждения теремии 1 тем что там класс гомотопия f не фиксировался то есть мы можем спрашивать когда данное отображение гомотопно но если отображения нет то вопрос немного более хитрый вот есть значит аналогичная теорема что просто отображение существует если только если какие-то другие условия выполнены которые уже не опираются значит на полбэке характеристических классов потому что мы не знаем вдоль какого отображения их брать вот то есть условия такие значит ну понятно можно взять индекс самопересечения у подмогообразия то есть посмотреть на ориентацию его нормального расслоения вот посчитать там четность здесь имеется ввиду когомология с коэффициентами в z по 2 то есть это ну понятно то есть четность количества p такая же как четность компонент c с нетривиальным нормальным расслоением вот и какие-то странные условия такие что если что-то выполнено то ой 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 сейчас то что-то другое тоже выполнено я просто не знаю как это комментировать ну то есть можно здесь искать какие-то аналогии с предыдущей теоремой что если n ориентируемо например то класс складок должен совпадать с первым классом штуфель вытни m потому что сумма значит пулбэка нулевого класса с этим классом должно дать класс c ну то есть если этот класс нулевой то придется им быть равными иначе такого f не существует из теорема 2 ну вот значит третье условие да тут тоже есть нормальная аналогия что просто если c равно нулю то у отображения которое мы строим должна бы быть какая-то степень и это условие говорит что такая степень найдется вот и при этом она может быть не любой а еще удовлетворяясь каким-то дополнительным условием на m и n типа какая-то оценка с цейлеровыми характеристиками и еще она должна быть четным если m ориентируема n нет ну вот то есть просто это такой несколько тупой разбор случаев но вроде бы он исчерпывающий вот то есть теорема 3 она уже имеет довольно малое отношение к h-принципу она просто берет на вход теорему 2 в которой условия выглядят понятными вот и дальше она разбирает случаи какие бывают отображения между данными многобразиями вот то есть какие отображения в когмологиях реализуются для данной пары многобразий вот ну и там в разных случаях типа там что-то ориентируемое что-то нет там что-то реализуется что-то нет ну и здесь вот сказано и должны быть условия на c и п чтобы теорема 2 заработала вот если есть какие-то вопросы я могу прокомментировать какие тут могут быть вопросы вот теперь я расскажу про трехмерное многообразие это уже совсем конец но с трехмерным многообразием немножко проще потому что значит расслоение над двумерными многообразиями они классифицируются первым классом Штифель-Уитни и классом Эйлера который если ну бывает что ну в общем чтобы расклассифицировать расслоение ранга 2 над двумерными многообразиями нужно знать их первый класс Штифель-Уитни второй класс Штифель-Уитни и если ориентация расслоения совпадает с ориентацией многообразия то нужно еще знать класс Эйлера который равен классу второму классу Штифель-Уитни по модулю 2 вот а в случае трехмерных многообразий все немножко проще потому что про класс Эйлера ничего знать не нужно то есть расслоение ранга 3 над трехмерными многообразиями они определяются своими первым и вторым классом Штифель-Уитни ой вот и поэтому утверждение будет немножко проще но там зато больше особенностей трехмерной толще многообразия М нужно выбрать произвольно замкнутое двумерное подмногообразие С значит на нем нужно нарисовать набор кривых не пересекающихся и на них отметить еще какие-то точки мы бы хотели чтобы в С у нас были складки точках кривых были сборки а здесь были ласточки на хвосты в этих отмеченных точках называется P вот утверждается что данное отображение можно программотопировать в отображение с выбранными особенностями если и только если и дальше условия что условия на S есть оно такое же как в двумерном случае потому что там одинаковые многочлены тома то есть класс С должен быть равен сумме классов первых классов Штифель и Уитни M и N вот класс С должен быть равен сумме класса N и такого произведения то есть нужно взять класс N и умножить на S и это на самом деле можно чуть покороче переписать просто я копировал из того места где у меня не было как покороче переписано в общем это условие оно тоже значит согласуется с известными для сборок многочленами тома вот но когда я посмотрел в книжке там есть такой обзор Арнольд кто-то кто-то там Васильев Горюнов Лешко и там эта формула написана неверно вот там формула для многочленов тома есть но она написана неправильно потому что там числители со знаменателем перепутаны я долго не мог понять кто наврал вот в другом месте в общем все согласуется это такой странный конфуз но неважно вот и третье условие есть такое что мы можем взять компоненту множество сборок да и ее произведение на класс S должно быть таким же как число точек ласточкиных хвостов на ней но по модулю 2 что это такое у нас есть какая-то одна компонента C' это окружность которая как-то вложена в S то есть вокруг нее есть S и нужно ее класс умножить на класс S это значит что ее просто нужно привести в общее положение с S и посмотреть четность числа точек пересечения это то же самое что посчитать W1 от нормального расслоения вот и это число должно равняться по модулю 2 числу точек ласточкиных хвостов которые находятся на данной компоненте то есть не совсем удобно если мы точки P будем отмечать например другим цветом то тут должно быть их столько же но не в абсолютном значении по модулю 2 но это такое странное условие которое на самом деле довольно понятно если представлять себе как выглядят ласточкины хвосты что у нас когда мы рисовали сборку мы нарисовали для нее характеристический вектор то есть сборка собирается и мы знаем где у нее внутрь и где наружу тут наружу значит когда картинка трехмерная сборка абсолютно так же собирается это просто будет произведение двумерной картинки на интервал ой что я рисую вот множество s в нем есть кривая c где мы хотели бы устроить сборки ну и вся эта картинка переходит в такую картинку вот мы точно так же можем построить поле нормальных векторов которое будет называться характеристическим полем в каждой точке построить вектор нормальный s образ которого будет лежать снаружи сборки вот и вот это третье условие оно говорит что значит можно на каждой компоненте построить такое поле чтобы оно было согласовано с ласточкиными хвостами для этого нужно нарисовать ласточкин хвост и все сразу станет понятно ласточкин хвост выглядит так как выглядит что тут есть s в нем нарисована кривая c а вот тут отмечена точка p и все это переходит в такую штуку значит s изгибается примерно вот так c переходит вот в такую кривую а точка p оказывается здесь ну если мы построим здесь это поле куда оно будет смотреть наверх вырисовать в общем там будет видно что ну точнее мы должны нарисовать здесь вектора на самом деле а потом взять у них прообразы под действием дифференциала потому что в этом направлении дифференциал не вырожден вот а прообразы будут встроены так что тут они будут сверху а там снизу то есть если мы отдельно нарисуем вот окрестность c и вот точка p здесь правильно понимаешь что эти эти вектора характеристические они коориентируют поверхность s а в точках вдоль кривой c а в точках ласточкиного хвоста эта коориентация меняется совершенно верно она меняется именно в этих точках ну и соответственно общее число изменений должно быть равно логическому классу там то есть вот это отвечает коориентация нормального расслейника s ограниченного на c штрих вот ну и коориентация на либо нолик либо единичка она должна совпадать с числом этих самых ласточки на хвостов все комментарий закончен есть ли какие-то вопросы по формулировкам или там идеи доказательств теоремы или там предыдущих потому что я уже почти все рассказал то есть я могу сказать два слова про продолжение этой деятельности и на этом у меня все на мой взгляд вполне убедительно давайте лучше дальше не надо здесь все вроде с этим все понятно окей там непонятно можно ли это вывести из какой-то более простой теоремы конечно мы про это уже поговорили довольно долго значит довольно интересно конечно изучать особенности для отображения четырехмерных многообразий я не знаю кому это нужно но в общем это было бы прикольно описать и может быть в попытках описать значит характеристические классы скрученного касательного расслоения из четырехмерного многообразия в четырехмерное где еще появляется какая-то особенность 2.0 и может быть в попытках это сделать удастся найти какой-то более простой способ построить это расслоение вот значит кроме того эта теорема она говорит только про многообразие одинаковой размерности то есть из n в n но довольно часто люди задаются вопросами про складки и складки с индексами значит когда у нас здесь многообразие какой-то большей размерности вот мою теорему для этого применить не удается потому что мы значит строим расслоение над n просто что-то переклеиваем но как бы мы берем для этого пулбэк расслоения касательно расслоения в таргете а если они имеют разную размерность значит то там ничего склеить не удастся можно над этим подумать ну не знаю то есть вот урстам садыков мне советовал попробовать подумать над таким вопросом когда странно подождите если у вас если у вас опять же есть набор данных которые вы говорите набор согласованных отображений набор согласованных отображений то вот это пулбэк расслоение оно по-моему вполне однозначно определяется нет смотрите ну да значит у нас есть m можно сейчас поговорить про это там есть s и для каждой точки s там есть какое-то открытое множество допустим m имеет размерность 4 вот а все эти таргеты имеют размерность 3 то есть можно просто содержать не изучать складки с разными индексами вот в таком случае это уже непросто вы знаете не нет это понятно нет не так не так это руслан садыков он много лет провел в японии и соответственно он заразился японской идеологии а у нас есть такое континентальное разделение в теории особенностей что в европе изучают отображение из меньшего в большее а в японии из большего в меньшее поэтому нужно рассматривать отображение из м4 в м5 отображение из м4 в м3 оставить японцам мне кажется надо у них отобрать наоборот эти отображения что их оставлять как бы ну в любом случае если размерности смотрите мы же берем здесь касательное пространство потягиваем назад но нам нужно еще глобально задать расслоение над m а вне s непонятно откуда брать слои к чему приклеивать там же нужно как-то выбрать какое-нибудь подрасслоение или наоборот прибавить ну да если размерность target 5 то можно прибавить просто касательно расслоения над m тривиальное расслоение но как бы ну и что почему это будет работать там же в вашем случае то вне критических точек у вас у вас субмерсия значит должно быть еще задано поле этих самых ядер или хотя бы его там гомотопический тип нет ладно я на самом деле про субмерсии честно говоря ничего не знаю но я знаю про отображение вот у Элья Ашберга есть соответствующая теорема как раз типа из m4 в m3 и так далее то есть если у нас размерность понижается то там такой же Ашпринцип для складок работает то есть там ну грубо говоря если задано отображение в окрестности множества складок и оно имеет складки там всех индексов а также есть какое-то продолжение дифференциала этого отображения на все m так что вне множества складок оно как это сюрлективно то есть у нас дифференциал в точках s там у него падает ранг на единичку потому что там складка а вне точек s это сюръекция вот и если можно продолжить этот дифференциал так чтобы везде была сюръекция то вот ильяшберг говорит что можно тогда прогомотопировать отображение чтобы оно было значит имя ну как чего субмерсии иммерсии ну короче чтобы оно было гладким и множество складок было только s и складки имели те же индексы то есть ну я как бы все свожу к его теореме для отображений к размерности 0 но у него есть еще теорема для отображений какая же будет размерность ну в общем из большей размерности в меньшую размерность вот и можно было попробовать снова свести как-нибудь ситуацию к теореме Ляшберга просто введя какие-то новые особенности какие-то новое расслоение смотреть ну вот не знаю ну то есть грубо говоря Садыков мне просто сказал что есть такая интересная задача если вы скажете мне Максим Эдуардович что есть какая-то другая интересная задача что-то классифицировать я подумаю над ней тоже просто я как бы не знаю всех задач на свете и не очень понимаю куда чем актуально заниматься ну дальше так что наверное мне нужны какие-то комментарии на этот счет да более конкретные вот все любят рассматривать отображение с заданными критическими значениями вот тут ничего нельзя сделать потому что там такой же принцип уже буквально не работает хотя это и актуальная задача ну еще бывают особенности каустика волновых фронтов лагранжевые или жандровые особенности ну да то есть довольно много может стать ограничений ну не знаю а лагранжевые особенности кстати одинаковой размерности ну не знаю там есть какой-то аж принцип для лагранжевых особенностей вроде бы это довольно жесткие вещи но я про это ничего не знаю так или иначе вот короче у меня все хорошо еще раз скажите пожалуйста про отображение трехмерных многообразий у меня такая же формулировка чисто для защиты у вас насколько формулировка ваша вот вы говорили что про отображение поверхностей вы обобщили со случаями когда образ не обязательно ориентируем для отображения трехмерных многообразий ну смотрите это теорема просто я как бы подумал чему равны характеристические классы этого расслоения ну просто я их взял посчитал то есть я не видел чтобы задача где-то встречалась но тем не менее в такой формулировке она никогда никогда не встречалась да ну я искал недавно действительно и я ничего не нашел вот Алексей Геннадьевич посоветовал придумать какие-нибудь тривиальные следствия которые из нее типа следуют для каких-то конкретных многообразий это несомненно мудрый и все как вы заметили все наши дополнительные вопросы именно были об этом давайте я просто открою где эти следствия у меня написаны потому что я значит их не скопировал а видно а видно сейчас экран или нет видно прекрасно да значит если например м и н это гомологические сферы то ну и мы интересуемся отображением с задным множеством складок допустим без сборок и без ласочных хвостов то тогда просто в любом гомотомическом классе найдется для любого многообразия складок отображение с таким множеством складок вот ну а если это произвольное многообразие то достаточно потребовать чтобы с было хомологично нулю вот и тогда тоже для любое отображение можно прогомотопировать так чтобы оно имело складки только в с и никаких особенностей кроме них вот ну как бы тут ничего сложного нету просто нужно посмотреть на эти условия значит и все то есть если мы требуем чтобы кроме складок этих самых особенностей не было то условия становятся проще потому что там что-то равно нулю ну и все вот то есть для конкретных многообразий довольно легко получать какие-то утверждения про отображение заданными особенностями вот я искал работы где кто-то пытается получить какие-нибудь утверждения ну и я нашел только работу такого сорта что мы значит смотрим на какие части m разбивается компонентами s и рисуем к этому делу двойственный граф значит дальше мы для каждой вершины для каждого ребра можем отметить какие-то числа дополнительные типа чему равен род там какой-то компоненты чему равно что-то еще вот и вот люди изучают значит какие графы реализуются с отмеченными числами на ребрах и вершинах ну наверное какие-то результаты такого сорта легко вытекают из этой теоремы так вообще в целом я не нашел работ где именно в таком виде вопрос ставится значит еще тогда вопрос там значит вы я так понял с Ляшбергом в принципе взаимодействовали и он в курсе всех этих теорем да ну он в курсе и он как раз сказал что теорема один это что-то такое довольно очевидное то есть ну я вот определил какое-то хитрое расслоение и может быть просто ну ничего проще придумать не удается и поэтому этим никто не занимался вот но в целом ему не показалось что это результат какой-то новый и неожиданный вот а насчет там теоремы 2 например он сказал что это там поинтереснее потому что здесь посчитаны конкретные характеристические классы да и это как бы такая содержательная работа с его точки зрения вот но в целом хорошо а есть еще есть еще один центр где подобные задачи решают это в Венгрии там вокруг Сюч кто-нибудь с ними вы не взаимодействовали ну взаимодействовать я ни с кем да вот я Ильяш Божгу вроде бы целенаправленно написал а Сюча ну я я пытался читать его работы и я просто не нашел похожих каких-то значит никаких зацепок вот поэтому я с ними не связывался ну точнее не очень понятно что ну в принципе потому что так в принципе глобальность все работы Сюч там целые там несколько десятков на эту же тему какие какие стопологические глобальные препятствия к устранению особенностей ну там кратными точками занимался еще чем но в принципе может быть не он а кто-то его ученики ну в общем нет так нет ну вот да но кратные точки это как раз вопрос из вот третьего пункта что если мы говорим про критические значения ну как видно значит эта теорема она про критические значения ничего вообще не говорит ну это все верно да там да то есть ну понятно что можно что-нибудь было сделать ничего пока не ясно что мне дальше делать я могу остановить демонстрацию экрана семинар чего мы уже довольно долго ну я думаю что в общем спасибо вам сказать потому что и по времени вроде нормально все уже пора заканчивать вы нас нас вполне убедили в этих своих результатах ну а дальше будете убеждать комитет значит будем считать что предзащита прошла успешно если потребуются какие-то от нас формальные действия то мы предпримем хорошо спасибо 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 ну хорошо ну хорошо тогда значит в общем наверное можно заканчивать на этом семинаре спасибо спасибо до свидания до свидания до свидания